Перед началом мероприятия мы обратились к народу с вопросом, зачем нужна библиотека? Библиотека это хранилище информации. Только? И центр культурной жизни. Те, кто любит это, все равно будут ходить и читать. Итак, библиотека в современном мире. Зачем она нужна? Что в ней может быть интересного? Вряд ли кто сейчас полноценно сможет ответить на этот вопрос. Может быть, на этот вопрос дат ответ сегодняшняя библионочь. Посмотрим. И вот все сгрузились в небольшом, как оказалось, фойе нового здания. Собравшуюся публику несколько минут развлекали песнями и показом моделей. Хотя непонятно, почему это нельзя было сделать на улице, ведь погода весьма благоприятствовала. Но пришло время пройти в залы, где приготовлено немало светлых язык. Дети всех возрастов сразу оккупировали интернет-зал, чтобы воле наиграться, ведь сегодня все бесплатно. Тут же уголок писателя. Каждый может вообразить себя, кем пожелает. Вот эта дама наверняка Зинаида Гиппиус. А кто вы, молодой человек? Я хотел быть с Сартром, но не получилось. Здесь нет очков. Так, а трубка тоже о чем-то сметельствует? Может, хамингуэй? Нет, но вряд ли. Но в основном за столик присаживались дамы. Видать, у них лучше работает воображение. И аксессуары, вроде черной розы, помогают. Дальше вроде бы детское мероприятие. Нужно вылепить зверинец из пластилина, но участвуют в нем не только дети. Взрослые вспомнили детсадовские забавы, и у них неплохо получается. А на центральной лестнице артисты студии «Артформат» уже разыгрывают целое действие. Юноша под балконом неприступной красавицы. Я понимал, что недостоин, когда связала наши души и нить. А в холле сидят нищие и собирают дань с прохожих. Уже немало набрали. Идем дальше. А в старом здании внимание многих привлекли к себе газеты и журналы прошлых лет. Даже просто их полистать – огромное удовольствие. А уж если почитать, так не оторвешься. Вот даже я не знала, что в 36-м году в Советском Союзе издавалась газета «Кино». Давайте мы ее сейчас полистаем. Это будет наш ответ к кинофрешу. Итак, над чем мы работаем? Знаменитые советские кинорежиссеры и сценаристы. Михаил Чаурели, Лев Славин и Александр Жишевский. Это вот реклама фильма «Мы из Кронштадта», одного из самых знаменитых фильмов в 30-х годах. Смотрим дальше. А вот эта критика против формализма и натурализма в творческом клубе. Как ругали формалистов в те годы. Это надо было слышать. А вот здесь – привет от «Единой России», фильм о бдительности, крепкий сюжет, партийный билет. Для сравнения нам показали первый выпуск газеты «Известия» и ее сегодняшний формат. А это – правда. 22 апреля 1912 года. Причем это не копии, а оригиналы, сохраненные стараниями библиотекарей в таком отличном состоянии. В лепном зале традиционно учат бальным танцам. Интерес к ним большой. Наверное, хочется найти в себе чуточку аристократической крови. А для этого неплохо бы научиться танцевать хотя бы вальс. Здесь же нас могут научить, как изготовить мыло своими руками. И кое-кого хорошо получается. Но больше всех зрителей и участников привлекла возможность рисовать на песке. В основном это дети. И это замечательно. Ну все. Четырехчасовое путешествие по библиотечным залам и кабинетам закончилось. Поверьте, чуть живая выхожу. А сколько там еще интересного и неувиденного осталось. Я думаю, что то, что происходило сегодня в областной библиотеке, достойно вашего внимания в самом лучшем смысле этого слова. Приходите в библиотеку. Тут очень интересно. И более того, вы сможете почитать здесь хорошие книги. Елена Чернова, Никита Плотников. Итоги недели.